Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. То, что сейчас особенно волнует. Жители Алтайского края могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии. Нашествие с дурным запахом клопы мешают жителям региона открывать окна в квартирах. Ледовый дворец в Павловском районе. Каким будет новый спортивный объект и кто сможет заниматься на ледовой арене? Телеграм-канал правительства России сообщает об открытии горячей линии для вопросов о частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Министерство обороны готово ответить на самые популярные вопросы от граждан. Горячая линия задействована и в нашем крае. Она работает с 8 утра до 8 часов вечера. При необходимости будет переведена в круглосуточный режим. Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем РФ». Виктор Томенко сделал несколько заявлений насчет частичной мобилизации. Главную новость последних дней губернатор прокомментировал сегодня на торжественном вручении государственных наград. По словам Виктора Томенко, сегодня военные органы управления ведут расчеты и по контрольным цифрам, и по задачам в части качества и количества, и уточнения по срокам. Настрой среди жителей края на сегодняшний день можно оценить как такой, который обеспечивает понимание тех задач, которые перед Россией стоят. А значит, все конкретные задачи и цели будут выполнены и достигнуты. Митинг-концерт «Своих не бросаем» прошел в Барнауле в поддержку референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях. Его участниками стали жители и гости краевой столицы, представители общественности и власти. Итоги предстоящего референдума, по мнению экспертов, определят статус республик и станут решающими в судьбе страны. О ходе мероприятия расскажем в нашем сюжете. Сегодня Площадь Свободы озарилась цветами российского флага и наполнилась песнями о родине. Цель тех, кто собрался – поддержка проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях для вхождения в состав Российской Федерации. Активисты студенческих отрядов, молодежь, сторонники политических партий, члены общественных организаций и многие жители города выразили поддержку и вышли на площадь. Сегодняшний митинг – это вот на самом деле мы показали объединение народа с вооруженными силами, объединение всего государства. И то, что Владимир Владимирович Путин объявил, мы, жители Алтайского края, ветераны боевых действий, поддерживаем это предложение. Руководитель общественной палаты ЛНР и ДНР находится здесь. И с вопросом, сколько вы ждали этого, она ответила всю жизнь. И мы всю жизнь ждали объединения наших границ. На Донбассе гибнут мирные жители. У нас одна история. Мы один народ. Луганская народная республика. В сердце с Российской федерацией. Алтайский край с недавних пор оказывает помощь и поддержку славяно-сербскому району Луганской народной республики. В район выезжала делегация правительства региона. Были определены объекты, которые предстоит отремонтировать до холодов. Сегодня люди, которые 8 лет жили в такой очень сложной политической, экономической, социальной обстановки. Конечно, там необходимы инвестиции, необходимы кадры, необходимо восстановление экономики. Дождемся сейчас референдума, результатов. Ну и потом, конечно, предстоит глобальная работа. Напомним, уже с сегодняшнего дня и по 27 сентября в четырех областях пройдет референдум о вхождении в состав России. Жители ЛДНР, проживающие в Алтайском крае, смогут принять в нем участие. В нашем регионе приступили к работе две участково-избирательные комиссии соответствующих территорий. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Власти пустили пыль в глаза, уверен Барнаулиц, под окнами которого так и не засыпали ямы от бывших погребов. Эту тему мы уже освещали минувшим летом, но прошло два месяца, проблему до конца так и не устранили. Между тем, жители ближайших домов борются с ямами под окнами как могут, засыпают ветками и прочим мусором. Анна Рашагирова продолжит тему. Здесь можно было бы любоваться осенним листопадом или установить, например, детские качели. Но все, что продолжают видеть у себя под окном жители дома по Георгия Исакова, это ямы от бывших погребов. Неравнодушный житель пока что в одиночку решает проблемы целого дома. Звонил куда только можно и уже было заликовал, когда в прошлый наш визит по распоряжению районной администрации к многоэтажке подвезли землю. Тогда чиновники пообещали, что в течение недели устранят ямы. Но прошло два месяца. Груда песка осталась практически нетронутой, разве что засыпали несколько ям. Ребятишки бегают, вот возможно уберутся до доску, кто-нибудь провалится. С бывшими погребами люди, а может быть сами владельцы борются как могут, закидывают бревнами, покрышками и прочим мусором. Но не за горами зима, говорит пенсионер, припорошит все это снегом, кто-нибудь допровалится. А ведь здесь люди собак выгуливают, да дети так и норовят забежать. Тем временем в администрации района уверяют, без внимания проблему не оставят. Так что пока пенсионеру остается жить в режиме ожидания, когда же наконец за окном будет хотя бы порядок. А не то, что миллион алых роз, как в известной песне. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Первое в истории региона. На Грибном канале прошло самое крупное совместное заседание общественных палат Алтайского края. В мероприятии приняли участие больше сотни экспертов. В центре их внимания эффективное воспитание молодежного поколения. Подробнее в сюжете. Каким должно быть экологическое воспитание именно на территории Алтайского края? Какой региональный исторический компонент включить в воспитательные программы? Эти и ряд других вопросов, касаемых развития детей и молодежи, обсудили на масштабном форуме министры главы городов, районов, общественники, молодые активисты, представители общественных палат Барнаула, Бийска, Белокурихи и Затосибирский. Такой формат общения общественная палата проводит впервые за семь созывов. Совместное заседание общественной палаты Алтайского края и муниципальных общественных палат. Ну, потому что, а, во-первых, проблемы одни и те же, хоть в Белокурихе, хоть в Бийске, хоть в Барнауле, они схожи проблемы. И, б, все-таки, ну, есть желание как-то ближе интегрировать друг к другу, вот, ну, взаимодействие между общественной палатой. Российское движение молодежи, воспитательная среда, качественное образование, семейное и экологическое воспитание. На протяжении целого дня работало пять тематических секций. Участники обсуждали новые тренды развития юного поколения. Например, уже у нас в школах Алтайского края на сегодняшний день действует масса спортивных клубов. Есть детские театры, есть, ну, интересные такие направления работы. То есть, вот как творческие порывы детей, да, их инициативу, их позицию гражданскую направить в то или иное русло, чтобы детям было интересно. Специально на мероприятие приехала председатель общественной палаты страны по делам молодежи Елена Родионова. Она отметила передовые предложения нашего региона, которыми гордятся на федеральном уровне. То, что касается, например, бессмертный полк России, как развивается, да, в крае, то, как реализуются проекты, связанные со школами, вузами, форумы студенческие, очень много интересных инициатив, ну, и, конечно, волонтерство, добровольчество, то, чем сейчас живет страна. Участники заседания обсудили также реновацию детских оздоровительных лагерей и создание на Алтае круглогодичного центра отдыха, разработку единой программы военно-патриотического воспитания. Тезисы, предложенные сегодня, в будущем станут опорой для профильных министерств. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Божьи коровки и самое страшное – клопы-вонючки. Такой энтомологический букет жители Бийска и Барнаула массово находят не только на улицах, но и в своих квартирах. Почему лапообразные с таким удовольствием заползают в человеческое жилье? Могут ли они нанести какой-то вред людям? И когда нашествие закончится? Расскажем в нашем сюжете. Такие кадры жители края присылают в нашу редакцию. Буквально во все квартиры и рабочие офисы заползают полчища насекомых. Так называемые клопы-вонючки настырно нарушают мирное существование и проникают сквозь оконные проемы даже высоких этажей, рассказывает жительница Бийска. Буквально на днях в мою квартиру разом при солнечной погоде залетело более 30 клопов вот такого крупного размера. Я, конечно, очень сильно испугалась, потому что, в принципе, боюсь. Пострадали больше, конечно, морально и эстетически, потому что теперь нужно отмывать все окна, нужно выбрасывать кучу мертвеньких клопиков и божьих коровок из квартир. Божьими коровками также усыпаны все подоконники. Но такие божьи твари менее устрашающие и пахучие, в отличие от своих товарищей клопов-вонючих. Тех и раздавить страшно. Такому нашествию лишь одно объяснение, добавляют специалисты-энтомологи. Лето и начало осени слишком теплые. Некоторые виды из-за таких благоприятных условий размножились. Но холода уже наступают. И насекомые лишь ищут удобное место для зимовки. Атаки скоро закончатся. Насекомые в конце своего цикла развития именно уходят в стадию зимовки. Сейчас в основном идет нашествие семейства древесных щитников. Они зимуют в стадии имага, то есть как раз во взрослом состоянии в фазе личинки и не в яйце. И все окна, например, дома, они, если смотреть в всяком оборудовании, они светятся, потому что очень теплые. И в большинстве количества домов нет никаких москитных сеток и прочее. И они просто заползают к нам домой. Обычные клопы вредны лишь для урожая. Людей не кусают. А вот божьи коровки и вовсе полезные хищники. Они опасны только для тли, которая выступает их кормом. Для людей никакой угрозы нет. В принципе, никакое создание на земле, оно не является ни плохим, ни хорошим, потому что у природы нет ни плохих, ни хороших сторон. Это мы просто все берем через призму человечества, насколько они вредны и полезны нам. Если вам все же довелось встретить таких гостей, главное сохранять спокойствие, не шлепать букашек тапком и не пытаться всасывать их пылесосом. Такое гостеприимство насекомые не оценят. Клопы будут обороняться и издавать отвратительный запах. Самый тактичный способ выбороводить наглого гостя – подложить ему лист бумаги. Как только милое создание на него заползет, накрыть стаканом и вынести из дома. Еще проще дождаться прихода первых заморозков. Насекомые исчезнут сами. Мария Мацаева. День с толком. За этот теплый сезон в Барнауле комплексно обновят 65 дворов по национальному проекту жилье и городская среда. Большую часть уже преобразили, но завершить работы полностью должны до конца сентября. Накануне же начались первые приемки обновленных дворов. Насколько они изменились и всеми ли преобразованиями, довольны горожане об этом в сюжете. Новый асфальт, бордюры, поребрики, но главное – современная детская площадка. Новый вид двора по улице Веры Кащеевой радует не только жителей ближайшего дома, но и соседних. У нас появился тротуар вдоль дома, которого не было. То есть жителям приходилось ходить по дороге. Вот этот тротуар, он проложен по народной тропе, которая сформировалась со временем, как это у нас. Жители нашего дома и остальных домов, которые ходят по нашему двору, очень довольны. Жители многоэтажки, узнав о том, что можно попасть в городскую программу, что входит в национальный проект, решили не медлить. Скинулись деньгами и на условиях софинансирования внесли свои 300 тысяч рублей. И сегодня их двор в числе первых оценивает спецкомиссия. У нас 62 двора готовы, ну вот с нашей стороны полностью, три двора осталось, но я думаю, что к концу этой недели они уже будут завершены, то есть именно асфальтные работы. И дальше остаются вот буквально только ограждения, лавочки и урны и скамейки. До конца сентября все работы обещают доделать. Приемка дворов продлится же еще месяц. Комиссия оценит качество благоустройства, проверит надежность и безопасность игровых форм на детских площадках, изучит акты и экспертизы. Часть дворов, которые были сделаны уже в летний период, полностью укомплектованы всем оборудованием, детским оборудованием, малыми архитектурными формами, лавочками, урнами, освещение установлено, ну асфальт самосовый сделан. И сейчас уже подрядная организация подготовлены исполнительные документы, которые обязательны для приемки. В целом же этот сезон, отмечают специалисты, выдался плодотворным на благоустройство. Теплая погода установилась рано и за лето в Барнауле успели обновить больше дворов, чем в прошлые годы. Елена Макаренко, День с толком. Дети Павловского района и пригородных поселков Барнаула смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием в комфортных условиях. В поселке Новый Зори к Новому году завершат основные строительные работы современного ледового дворца. Каким он будет, расскажем далее. Металлический каркас ледового комплекса в поселке Новый Зори вырос за два с небольшим месяца. Подрядчик должен сдать спортивный объект площадью 3600 квадратных метров к 31 декабря. В период строительства мы приступили к строительству 25 июня этого года. За это время разработали котлован порядка 9 тысяч кубов грунта. Сделали обратную засыпку, выполнили все фундаментные работы, изготовили на заводе 306 тонн металлоконструкции и их смонтировали. Такого масштабного и современного ледового дворца стоимостью порядка 400 миллионов рублей, как этот, нет ни в одном сельском районе края. На новом спортивном объекте планируют залить каток, оборудовать раздевалки, душевые и тренерские. А вокруг ледового дворца построят гостиницу, крытый бассейн и футбольное поле. Заниматься хоккеем и фигурным катанием смогут около 500 детей от 6 лет из ближайших сел района. Нам сегодня нужно создать условия, чтобы молодые ребята оставались здесь, на своей малой родине, приносили пользу ей здесь. Они уезжали куда-то там и искали лучших там для себя условий. Надо условия просто создавать здесь, на месте. На содержание ледовой арены предприятие планирует тратить около 70 миллионов рублей в год. Инвесторы уверены, что будущие воспитанники комплекса обязательно станут мастерами спорта и будут представлять наш край на мировом уровне. Нам же интересно, что, допустим, через 10 лет здесь вырастет какая-то одна из самых сильных команд. Может быть, даже в стране сильная команда. Это же будет интересно. То есть мы еще раз докажем, что в любых условиях, если правильно подходить к созданию любого предприятия и правильной организации, получим всегда эффект. Местные жители уже с нетерпением ждут открытия ледового дворца. Не уверены, что он будет пользоваться огромным спросом. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. С теплыми воспоминаниями и спортивным интересом в Барнауле состоялся второй футбольный турнир памяти президента клуба «Патриот» Виталия Кричкова. Два года назад спортивный мир потерял энергичного, душевного и любящего свою работу наставника юных футболистов. Его подопечные сейчас вспоминают тренера со слезами на глазах. Он был хорошим тренером. Настолько хорошим, он меня вытащил из сложной ситуации. Виталий Юрьевич был очень хорошим тренером и очень хорошим человеком. Если мы проигрывали, он пытался нас подбадривать. Он мог в любую секунду остановить тренировку, чтобы объяснить каждый момент, чтобы мы лучше играли. Дети – самое дорогое, что у нас есть. Именно так футбольный тренер Виталий Кричков отзывался о своих воспитанниках. Ради своего клуба «Патриот» готов был на все. Разменял большую квартиру на однушку, продал машину и некоторое время даже жил на базе клуба вместе с женой и детьми. Когда Виталий организовал клуб, его целью было не только достижение спортивных результатов. Во главе угла он ставил дружбу и взаимопонимание между воспитанниками. Виталия Юрьевича уже нет у нас два года, но его детище, его мотор, его сердце в клубе остается и по сей день. И дети это любят и ценят. Второй год подряд на футбольном турнире памяти Виталия Кричкова на стадионе в РЗ. Юные футболисты борются за победу. Кто достоин золотых медалей на этот раз, оспаривали мальчишки и девчонки шести барнаульских команд. Однако этот турнир все же отличается от других подобных. Мы подведем итоги, выявим лучших игроков по номинациям. Лучший игрок, лучший защитник, лучший нападающий, бомбардир. И соответственно у нас первые три команды получат кубки, медали, почетные грамоты. Но все участники турнира, безусловно, останутся с призами. По итогу двухдневных баталий золотые медали завоевали игроки клуба Новосиликатный 2010 года рождения. Серебро досталось сборной команде спортивной школе номер 7 и школе Олимпийского резерва номер 2. И бронзовую награду забрали игроки Патриота 2011 года рождения. Отметим, турнир один из немногих, где спортивные результаты не на первом месте. Главным остается память о добром и настойчивом в достижении своих целей человеке. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова